Музыка 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 Те же песни радикально отличались, произведения наполнялись лирикой, утонченностью и исполнялись в них, используя пентатонику, звукорядку. В основе китайской философии лежит гиллозоизм. Это учение, подразумевающее всеобщую одушевленность материи. Это отображается и в музыке Китая, главной темой которой единство человека и природы. Так, согласно представлениям конфуцианства, музыка являлась важным фактором воспитания людей и средством достижения. Даосизм отводил искусство роль фактора, способствующего слиянию человека и природы, а буддизм выделял мистические начала, помогающие духовно совершенствоваться, личностей и пассивных сущных бытия. Разновидности музыки Китая за несколько тысячелетий развития восточного искусства сформировали следующий вид традиционной музыки Китая – песни, танцы, китайская опера. Жанры китайских танцев классифицировать данный вид сложнее всего, поскольку в Китае продолжает быть порядка 60 этнических групп, каждая из которых имеет уникальные народные танцы. Самым равным считаются танец льва и танец дракона. Первый признан заимствован, так как в Китае не борются львы. Танцоры одеваются в костюм царя зверей. В Китае существует около 700 видов таких действий. Интересно, что традиционный китайский танец используется также в оздоровительных целях. Нередко он включает элементы восточных боевых искусств. Классическим примером является танцюань, которым занимаются тысячи жителей Китая по утрам в панк. Народные музыкальные инструменты музыки Древнего Китая насчитывали примерно тысячу различных инструментов, большая часть которых, увы, канула в лес. Телассифицируются китайские музыкальные инструменты по виду звукоизвлечения. Струнно-щипковые инструменты Сансьянь, Буджен, Хунхоу, Люцинь, Пипа с разным количеством струн. Струнные молоточковые инструменты Чжунь, наподобие Циньпан. Струнные инструменты со смычком Эрху, Даху, Лейцинь, Джунху. Деревоянные духовые инструменты Буань, Рот Габора, Гитзы, Бамбуковая флейта, Шен, Губной орган, проще своеобразная губная гармошка. Ударные инструменты Гонг, Металлический диск, Пальгу, Барабан, Типа Ритапа. Место народных музыкантов в культуре Китая особое предварительно. В летописях о Китае времени V века до существования нашего времени музыканты изображались как носители личных добродетелей и политически грамотные мыслители. В эпоху династии Хань до периода Южного и Северных царств культура переживала общий подъем, а музыка конфуцианских церемоний и светских увеселительных мероприятий стала ключевым видом придворного искусства. Утвержденная при дворе специальная палата Юэфу вела сбор народных песен. С V века н.э. развивалось оркестровое исполнение китайской традиционной музыки. Коллективы насчитывали от 300 до 700 исполнителей. Оркестровое творчество повлияло на дальнейшую эволюцию народных песен. Начало появления династии Ци в XVI век сопровождалось общей демократизацией традиции. Внедрялась музыкальная драма. Позже в связи с осложнением внутренних политических обстановок наступил период упадка. Придворные оркестры были распушены. Тем не менее, культурные традиции продолжают жить в трудах сотен издающихся исполнительных народных песен. Многогранность китайской традиционной музыки объясняется богатым культурным опытом, многонациональным составом населения. Дикость и невежество культуры музыкальной в Китае, как говорил Берлиоз, давно осталось в прошлом. Современные китайские композиторы предлагают слушать и оценивать всю многогранность творчества на данный момент. Ведь в этом многообразии даже самый привередливый слушатель найдет тебе что-то по душе. Субтитры создавал DimaTorzok